Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только, пожалуйста, читайте условия внимательно, то некоторые упорно не хотят их читать Так, что там у нас, стараешь, на бусте есть много чего интересного, но... Но я вам это не покажу В общем... Начинаем Ты уже собрал свои вещи? Да Да Диктофон Кевина перематывает назад куда более длинную фразу, чем короткое «да» И на протяжении всего Это в этом... Я всегда поражался в фильме тоже Правдивая ложь там была, когда он Жену свою заставлял танцевать Как так прям точно так вот перематывать? Ладно, я понял бы там, когда Диктофоны кнопочные сейчас-то, да, вот По фразам перематывать можно там Отдельная фраза, отдельная самая Был бы понятно А этот, что как-то прям так ровно... Ладно, не жаль, да Во, фильма он будет волшебно перематывать пленку точно в нужное место на записи С точностью до доли секунды Ну ладно, глава семейства зачем-то вытащил весь стройник Вместо того, чтобы вынуть из него одну вилку Но он еще и не знает, что из-за этого сразу собьются часы? Можно подумать, он первый раз в этом доме И уж со... Ну, может, мало ли не умеет электроникой пользоваться Такие бывают люди Всем непонятно, как это ни он, ни жена Ни разу на часы не взглянули на протяжении всего этого вечера Прекрасно зная, что им завтра вставать по будильнику После того, как они феерично проспали в прошлом году Дядюшка Кевина тоже со странностями В доме битком забитым народом, включая маленьких девочек Моется в ванной, не удосужившись не то что запереться Но хотя бы, блин, дверь элементарно за собою прикрыть Еще и песни при этом дурные орет во всю глотку Фу... Это тоже не понимаю, я никогда что-то в душе петь Я просто... Я не знаю, как это... Никогда не пел в душе В хоре младшеклассников с ангельскими голосами Откуда-то взялись басистые великовозрастные детины А при идиоте... Не, ну такое бывает Типа хор разбивают там большие, маленькие Так что это нормально В ской выходке самого мордастого из них Весь зал дружно принимается ржать и чуть ли не аплодировать стоя Крыша у них у всех что ли поехала? Кевин то ли бьет брата кулаком, то ли ладошкой толкает Ну а я... Не, ну че, если сжал, бывает же сжал, ладошку Ну ладно, притирки какие-то, я не знаю Если в этом хоре толкнут кого-то одного То вся толпа, как пить дать друг на друга повалит Да, и виноват, конечно же, будет Кевин Не это большой бык, который приставал к нему, а Кевин виноват Как в фильме этот, Шазам Когда брат достает его, отец к нему Заткнись! Ты же виноват! У кино мира тоже есть, кстати Может, глянем? Еще и декорации с собою прихватят Странно, что крыша не обрушилась для полного... Ха-ха-ха-ха Сжача Крыша, что трубы не прорвало? Ха-ха-ха Попробуй, переплюнь меня, вонючка Да-да, и эти внятные слова во всей комнате Кроме Кевина не слышит ни одна живая душа Мокрые бандиты совершили побег во время беспол... А теперь липкие бандиты Ха-ха-ха, как он такой Мы теперь не мокрые! Мы теперь липкие! Затяжитесь! Ха-ха-ха-ха-ха Пошли Если о нас будут писать в газетах, запомните, мы больше не мокрые! Мы липкие бандиты! Грядка в тюрьме И газета с новостью об этом случайно прилепилась ветром к двери именно того дома, что они попытались ограбить Это как для антуража, ну тут ладно Эти чертовы водители в принципе не умеют... Ха-ха-ха-ха-ха Отезбили ...сжать к этому дому... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ...без сбивания статуи И как эта статуя через несколько минут оказалась стоящей на месте? Еще снег на месте оказался Если мы четко видели, как при падении у них... Да, оторвалась ...ее ноги сломались Как и в прошлом году, среди всего пионерлагеря в доме, ни один человек не встал вовремя и не разбудил всех со словами Вставайте, у нас скоро вылет! Ну, на плане, да, что-то... Ну, глупо, для антуража так, ну, понятно В этой семейке вообще есть нормальные люди или одни прибитые мешком из-за... Откуда? Откуда-то нормальные! ...билеты всем лучше всего раздавать прямо в машине, а вот никто... И документы еще там, паспорта... Паспорта лучше там ждать ...с детей свой билет не посеет и не устроит на пустом месте геморрой за минуту О, вот в этом плане я согласен. ...туда вылета. И как это никто из 14 человек не сидит в самолете на соседних местах? Если б все билеты были куплены одновременно, это просто статистически никак невозможно. Кэмин, ты возьмешь мою сумку? Не, ну бывает, бывает такое, что покупаешь билет там, ну ладно. Возьмешь сумку? Потому что самому ее нести руки отвалятся, надо маленькому ребенку отдать. Прямо вместе с кучей денег и кредитной картой. Да еще и напрочь забыть про нее до самой Флориды. Какой-то зашкаливающий уровень безголовости. Как этот тип на такой дом заработал, если сам-то, блин, хуже младенца? Вов, полюбуйтесь. Семья, у которой ребенок остался один год назад, из которого они теперь глаз спускать не должны. Сама забверь. А вот так вот, ну не думаешь, да, вот если смотришь, ну раз, вот в фильме, я тоже говорю. Вот Киномир, конечно, молодец, и не раз притирается чересчур, но вот так вот. Молодец, интересно, вот смотрит, вот, как-то глазами трезвый человек, можно сказать. Вот здравого, здравого, как бы, что вот это вот все, вот, как происходит. А так вот, не думаешь, что так нормально, а начинаешь думать, е-мое, тут просто, как Жуков говорит, руку от лица, говорит, трогать невозможно. Вен нагалопирует по аэропорту, будто цель перед собою поставила от него срочно избавиться. Кевин перепутал отца с мужчиной в таком же пальто, ничуть не смущаясь, что рядом с ним нет никого из остальной семьи, хотя они всей толпой перед ним. А чё он вообще остановился, чё-то не помню. Всё это время бежали. И, конечно, единственный двойник Питера во всём аэропорту, ещё и чисто случайно в том же темпе мчится на посадку, потому что он тоже опаздывает. Ой, чувствую ураган, совпадение в этом сценарии даст фору самой упоротой сказки. Мнимый папа уже ушёл в самолёт, через пару секунд делает то же самое второй раз подряд. Уверен, что в этом самолёте твоя семья? Да, мой папа пробежал туда, а я налетел на эту леди. И этого объяснения будет совершенно достаточно для того, чтобы пропустить ребёнка в самолёт без билета. Чёрт, это ушка. А, он лечит в другой город. Халатность на грани уголовной ответственности. Ну да, кстати, говорят, да. Видишь своё, девчонка? Да, вон мой папа. По очередному совпадению, стоящий как раз так, чтобы не было видно лица. Попав на борт без билета в канун Рождества, Кевин тут же нашёл себе отличное свободное место. А чего ты с ним на французском трындишь? Странный ты человек. Мы приветствуем вас на борту самолёта, следующего рейсом 176 до Нью-Йорка. И после этого нам благополучно показывают рейс до Нью-Йорка под номером 226. Да, и стюардесса до... А что не так? ...должна была сказать, в какой аэропорт города самолёт направляется. Их там три штуки. Странное чувство. Что мы что-то забыли? И ты прип... Какой-то предмет. Посадки не проверила ещё раз, что все дети на месте? Ни из какого Нью-Йоркского аэропорта не открывается такая шикарная панорама на город. И никакая сотрудница аэропорта не проигнорировала бы оставшегося без присмотра ребёнка. И сразу сдала бы его службы безопасности. Ну, вообще-то да. У них на эти случаи чёткая инструкция есть. Варежки торчащего из окна такси Кевина пропали у него с рук между кадрами. Бродя... Да, такси слещать дал бы, чтобы ты куда-то лезешь, ты, блин. По Нью-Йорку Кевин посещает места в нескольких километрах друг от друга, так будто по щелчку пальцев везде переносится. А в тот самый период, когда в городе толпы рождественских туристов... Ой, вот тут ступеньки, я не раз помню, иду в переход, спускаюсь, с братом идём. И мужики передо мной идут, ну, такие податенькие, пьяненькие, один падает. Я такой, блин, вот дурак, как же можно тут подники не смотреть, только проговорил, наступаю. Скользкий был, ну, снег-то не был совсем, у меня снег-то на этих был, на ботинках, на подошву я не заметил. Наступаю за ним следом, вух, и полетел. Как я себя копчик-то отбил, ё-моё, как больно было. Пристав со всего мира торчит на обзорной площадке Всемирного торгового центра в таком одиночестве, будто её специально перекрыли для съёмок. Ну, что ж, позвоним в Чикаго и сообщим им об этом происшествии. Вряд ли он где-нибудь в другом месте. Слова персонажа диаметрально противоположны происходящему. Вообще, Нью-Йорк дорогой город, сколько я знаю, там очень дорого жить. Хотя фильм какого года там, не написано? Ну, всё равно там дорого. В следующем кадре. Нам надо как можно скорее мотать из кузова, пока грузчики нас не спалили. Посидим и потреплимся о том, какие невероятные возможности предоставит нам город Нью-Йорк. Также классики... Главное, да, да. Сбежали с того города и перешали туда же. Где же я? Сиквел в стиле сделаем всё точно так же, как в первой части. Вплоть до старых злодеев. Ну да, так и есть. Герой сталкивается с кем-то, кто выглядит вначале зловещим, но после окажется добрым и поможет в финале. Нефиг чинить, что не сломано. Фонтан немыслимых киносовпадений. Мало того, что Кевин... Он туда для того времени был классный фильм. Случайно пробежал прямо перед грузовиком... Да и вообще, если не заморачиваться, такой сильный... Это нормальный фильм. ...в котором воры прикатили в Нью-Йорк, так он потом ещё и сталкивается с ними буквально нос к... ...к носу на улице, забитой народом. Весь фильм такая же дичь. Вот и в вестибюле отеля Кевин просто физически не мог спросить дорогу ни у кого, кроме известного на весь мир мультимиллиардера, который этим отелем владеет. И если тот сказал, что холл по коридору и налево... По коридору и налево. ...тогда почему Кевин направо сейчас поворачивает? Герой не мог заказать номер в отеле голосом взрослого, тормозя плёнку. Потому что, во-первых, при записи он даже близко не тараторил с правильной скоростью, а во-вторых, замедленный голос маленького мальчика не будет иметь ничего общего с мужским. Это просто будет заевшая с записи всё. Бо... Да, такое ужасно будет. Бля-бля. Далее того, разборчивость звуков была бы такая, что оператор вообще ничего не смогла бы понять. Не говоря уже о том, что чёрт с два, Кевин мог предвидеть разговор так, чтобы заранее записать нужные фразы для имитации нормальной беседы. И будто мало всего этого, авторы фильма не в курсе, что при бронировании постоялец обязан указать даты въезда и выезда, чего в разговоре Кевина с оператором нигде даже близко-то не было. Судя по циферблату на заднем плане, на путешествие по всему Манхэттену Кевин после прилёта в районе полудня потратил приблизительно пару часов. Ну да. Рядом с зелёной банкой... А может от ночи? Может от ночи пришёл сюда? ...на заднем плане из воздуха появилась ещё одна чёрная. Кевин не знает, как пользоваться кредитной картой. Опять слова... Да-да-да. ...на же диаметрально противоположна происходящему. В один из лучших отелей Нью-Йорка, оказывается, может в одиночку заселиться ребёнок, если лапшу на уши грамотно вешать умеет. Уровень компет... А на один раз, вот у меня фильмы, это раздражает, как они охрану типа банкуют. Да я там сейчас скажу кому-то охрану. Да-да-да, сейчас я пропущу, конечно, да. Он телесчат дал скорее дяться, придурок, блин. Ну если по-нормальному. Хотя есть лохи всякие, но. ...пометентности сотрудников дешёвый придорожный мотель. Кевин заказал всего лишь номер с большой кроватью, телевизором и маленьким холодильником, после чего его безо... Чтоб бухло охранить-то. ...всяких предупреждений поселили в президентский люкс-заты... Этот Роб Шнайдер классный актёр, мне нравится фильм, этот... Большая стена. ...тысячи долларов в сутки, чего никогда... Сколько? ...всяких предупреждений поселили в президентский люкс за тысячи долларов в сутки. Сколько же я у тебя зарабатывает-то, блин? ...чего никогда бы не сделал отель с лучшей репутацией в городе. Тот, кто наполнял этот шкаф, точно знал, что... ...что ребяток будет здесь. ...в номере будет жить маленький мальчик, которому можно сладкое лопать от пуза. Мне 10 лет. Странно, год назад тебе было восемь. Я сейчас взял, что год прошёл. ...это я тебе говорил, что год прошёл. Я просто чё-то не... ...нет плавательного бассейна. И как можно нырнуть бомбочкой так, чтобы у тебя при этом... ...же свалились трусы. Причём они даже были на Кевине, когда его под водой показали. Ну а чё у меня были... ...в бассейне проходили на то, что трусы были ужасные, а мы там соревнования... Типа я чё-то, блин, не сообразил. Трусы такие... Резинка слабенькая была, мне пришлось не прыгать с бортика, а так залез в воду. Ну ладно, не буду даже... Ну я так, блин, не старался. Я понимал, что... ...что я ничего не выиграл. Ну там так. Было всё просто, от работы ездили там, типа, соревнования. Викторина, можно сказать, была. И я тоже... ...не подготовились, короче, я. Дворецкий уже наполнил ёмкость мороженым, немного погодя делает то же самое ещё раз. А Роза в ВАЗе без посторонней помощи сильно укоротила. Охренеть, сколько у тебя мороженого. Тут с сахарной диабетой заработаешь. Никогда в жизни никто из персонала отеля не пошёл бы вот так бродить в номере. Особенно в президентском люксе за бешеные деньги. Это противозаконно в конце концов. Ну, может, жулик. Так он и есть, жулик какой-то. С последствиями вплоть до увольнения нафиг. В прошлом фильме грабители приняли за вечеринку несколько манекенов и картонный силуэт на паровозике. Теперь этот тип искренне спутал с человеком корявого надутого клоуна. Странно подсвеченного оттуда, где в ванной нет ламп. Да-да-да, у вас она лампа стоит. Представляете, в ванной лампу поставить. И нас что же хотят убедить, что Кевин надул эту хрень и привязал к ней откуда-то мгновенно взятые верёвки за те несколько секунд, что был в ванной? Или всё это уже было заранее сделано в ожидании, что кто-то по номеру попрётся бродить? И почему всех этих верёвок на тени не видно? И как дешёвый диктофон воспроизводит голос так, что его можно принять за реальную речь? Ну да. Ну, кстати, да. И почему слышно звуки, что были до и после момента, когда Кевин вёл запись? Натяжек в этом фильме больше, чем в мультике про Тома и Джерри. В телефонных номерах вместо некоторых цифр буквы стоят. Пица дымится так, будто её только достали из печки, стоящей за краем экрана. У платёжных терминалов нет функции извещения о краденных картах, они просто отклоняют транзакции. Девушка на катке не имеет ничего против того, что проезжающий мимо потлатый чувак в наглую снял с ней шарф. Это черепашки-ниндзя, там, Шердок Холмс, тоже такое. Когда там в черепашках Эйперил надо было чё-то сделать, какую-то информацию утащить. Идёт там, там юбку стащил, там чё-то шапку спёрло, там чё-то... Где ты могла взять? Тебя бы нахлобучили бы там уже на месте. Вот так вот, так интересно, раз... Ну, глупость. Ну, выглядит эффектно, конечно, раз, там стащил, тут взял, тут чё-то... Ну, ты... Если так, тогда можно жить, пошёл... Прошёлся по рынку, наделся так красиво, ну, всё, что покупать-то, нет? А то я, дурак, кажу, деньги плачу себе. Шапку там купил какую-то... Пошёлся бы себе. Ладно, шучу. Тоже самое и этот мальчик с его варежками, и все остальные. Случись такое в видеоигре, все тут же посчитали... Да, ну вот шапку стырил. Дали бы это за глюк. Марф прижал волосы ободком наушников, хотя на самом деле ничего подобного. Ну что, какой план? Когда все уходят домой праздновать? Дружище, почему бы делиться планом ограбления где угодно, кроме как в месте, которое хотите ограбить? Торчай за кошек у всех. Ну это как называется, повествование для этого. Для зрителя сделано, чтобы зритель видел, чтобы... Ну ладно, это так. На виду. В битком забитом покупать. Как бы выглядит глупо, конечно, да. Понятное дело в визуальном плане, для чего сделано, но выглядит глупо, да. В магазине нет даже намёка на очередь в кассу, чтобы никто не мешал задушевной беседе, нетерпеливо торча над душой. Кстати, кассиром в крупном магазине работает лично хозяин. Они постоянно так делают. И среди... Не, ну уж праздник. Бывает такое, что кассир работает. ...и всех магазинов Нью-Йорка грабители решили обчистить именно тот, куда Кевина водитель лимузина привёз. И припёрлись туда аккурат в тот же самый момент, что и главный герой. Эпичный мегаполис размером с деревню в десяток избушек. Карта и увеличительное стекло, брошенные Кевином под ноги, в следующем кадре куда-то благополучно пропали. Бусины, рассыпанные по тротуару, между кадрами кто-то помнож... Да-да-да, и... Скучил так. ...на 10 как минимум. А сообразительный Кевин не допёр, что от погони надо избавляться где угодно, кроме места твоего проживания. Но... ...новая копия сцены из первого фильма, с использованием диалога из кино, который не только идеально соответствует ситуации каким-то макаром, но даже включает в себя точно такой же расстрел из автомата. Злоди... Кевина на самолёт, что чуточку странно, учитывая, что тот уронил его на пол в Чикаго и попал в самолёт безбилетным. Затащим его в тоннель метро. Мне будет лучше, когда я его прикончу. Милое весёлое кино... ... ...где бандиты радостно предвкушают убийство ребёнка, пока тащат его в укромное место в метро. Из этого приличный трейлер можно состряпать. Авторы словно задачу перед собою поставили затолкать в сюжет как можно больше сумасшедших случайностей. Вот и теперь женщина, которую Кевин ущипнул за задницу, как раз та... Да-да, я помню этот момент. ...то же самое, что уже отвесила Марву Аплиуху во время их предыдущей встречи в совсем другом месте. А-а... Я хочу домой. Как насчёт того, чтобы подойти к первому же копу, объяснить ситуацию и спокойно дождаться семью в каком-нибудь социальном... Кстати, да. ...доведении для содержания потерянных детей. Чего ты по улицам кочумаешь с напуганным видом? Семья Маккалис... Я, кстати, смотрел у одного блогера, что у них в Америке, оказывается, тюрьма для детей была. Или сейчас есть, я не знаю. В 80-х годах, во всяком случае, там прям реально детей сажали. Ну, там не за преступления именно, а за какие-то проступки. Там мать настучала на своего ребёнка, её там посадили. Хотя там, конечно, такой проступок глупенький, конечно, в какой-то степени, но в тюрьму сажать такое? Я что-то вообще... ...в американской Флориде смотрит телевизор с фильмом на испанском языке. Мы едем в Нью-Йорк! Все? Да ещё в период самого транспортного ажиотажа, ремонт в квартире выглядит так, будто дядя покинул это место 10 лет тому назад. Такси! Которое немедленно объявляется на расстоянии 3-5 метров через секунду после того, как герою понадобится. Впрочем... Это фильм какой-то было. Подними руку, такси появится. А, кто поставил кролика Роджера, такой, и руку поднял. О, такси вызывали! Поехать куда-то всё равно не получится. За рулём чистый зомби сидит. Что у этой женщины за странная привычка незаметно к людям подкрадываться и с мрачной физиономией медленно воздвигаться у них перед носом? А живёт она, оказывается, не где-нибудь, а на чердаке лучшего концертного зала Нью-Йорка. Куда его работники её свободно пускают... Это как её... Квасимодать? ...то ещё и гостей позволяя водить. Громко играющий оркестр слышен только, когда на него смотрит Кеви. Но стоит ему отвернуться, как музыка мгновенно вырубается и молчит на протяжении всего диалога. Да и колбы всё засрали бы, кто бы пустился-то глубей, вы чё? Хе-хе-хе-хе. Чтобы беседе героев поменьше мешать. Луна очень любит торчать почти в зените, на широте, где она в принципе там быть не должна. Вам многое может сойти с рук, но не советую вам связываться с детьми. Ну уж сейчас-то ты пойдёшь в полицию? Фиг! Он пойдёт снова ловушки устраивать и портит чужое имущество. В этом месте сюжета... Не только имущество, но и здоровье. Кевин на полном серьёзе забирается в дом по вертикальной трубе, что и бывалому альпинисту-то нелегко было б... Здесь видишь, что просто ползёт по трубе, ну... ...делать. И как-то в этом доме уж очень светло. Для помещения, где вырублен свет и все окна закрыты. Тут в этот момент должно быть глаз выколи. В заброшенном доме герой нашёл набор детских фломастеров. Ёмкость с керосином самостоятельно вращается вокруг вертикальной оси. Дом дяди Кевина чисто случайно расположен в пяти минутах ходьбы от магазина игрушек. Фотографируя со вспышкой вплотную к витрине, Кевин получил бы только фотографию отражения вспышки в стекле. А отбегая... Смотри, да. ...назад должен был перепрыгнуть через доску с ведром, которые стоят прямо у него под ногами. Судя по этой сцене, вес Марва примерно как у небольшого слона. Это было невероятно! Я бы сказал, что даже невозможно до идиотизма. Он будто с девятиэтажки сюда... Смотри, как смелся! ...вернулся. И где непрерывно орущий звонок сигнализации на заднем плане? Звукооператоры забыли добавить... Улыбочку! Еще одно свободное такси, возникающее как раз именно тогда, когда надо. Ты сбрасываешь нам свой фотоаппарат, и мы тебя не тр... Такой кадр... На кой тебе его фотоаппарат, если это полароид, делающий готовые снимки, которые все равно останутся у Кевина? Теперь авторы... Ну это показывает, что они их устное развитие просто... ...этически повторили трюк с утюгом. Вплоть... ...да характерный... ...метина на физиономии. Блин, чувак, нравится мне еще такой... Ёпарасеты, они вообще в курсе, что будет с головой человека при падении на... Кирпича, да. ...с данной высоты кирпича. Он должен был занять место мозга, расплескав его по тротуару. О нет, они еще и повторили два раза. И три. Четыре. Давайте, может, уж сразу сбросим на Марва Рояль. В каждом фильме... Чушь, конечно, но смешно. Герой просто обязан, хоть как-то да вмаз... Я как-то раз строительный степлером... Не помню, что мы делали. А, это я рассказывал, когда историю... ...про то, как меня обманули, про белый цвет. Или я не рассказывал. Я что-то просто забыл. Ну, в общем, степлером мы плакаты клеили. И я что-то, блин, степлер заклинил у меня. Я взял пальцы, дурак, закрыл отверстие. Так что-то никак не могу. Как засандалил с него в палец. Жуткая боль, доложу я вам. Там, казалось бы, скобочка... А, боль такая, что я ж... Завязал. ...злодею по яйцам. Крошечная капля на перекладине во время полёта до Гарри разрослась до абсурдах размеров. А, пока летел, просто выросла. Такая капля волшебная. И как она могла попасть ему на лицо, если должна была свалиться на уровне ног? Говоря об абсурде, режиссёр считает... ...заставлением заставлять зрителя верить, что Марф не заметил отсутствие пола прямо перед собой. И как, интересно, ремонтники в дом стройматериалы заносить собирались с провалом у самого входа. Если человек... Это хоть боджек, такая же история была. Хороший сериал. ...на скользком полу, то немедленно уедет далеко в сторону буты... Опять яйцевые. ...воза ноги туда утащили. После того, как на Гарри падают инструменты, вокруг него совсем другая декорация вдруг обнаружила... А, сейчас упаяли лампу. Я помню, что упаяли лампу, бошку сожгет. ...как всегда, под воздействием тока люди истошно вопят. Я тут помню, что ставку делал. Не помню, что за ролик был. ...ничуть не смущаясь тем фактом, что у них все мышцы при этом сокращаются, не давая издать ни единого звука. А это ещё... Что за фигня? Продолжаем буквально повторять первый фильм. Да, и шапку немедленно сорвал бы в такой ситуации не то, что любой нормальный человек, но большинство слабоумных и даже, наверное, кое-какие животные. Если в унитазе... ...вместо воды было горючее, после взрыва вся комната должна была ярким трескучим огнём полыхать. По-моему, керосин так нихерначит. Там же керосин был, да? Керосин на кое-как горит. Или я чё-то не понимаю. Я знаю бензин, как вспыхненький один раз. Маленьким был. Печку растапливал. И чё-то этот самый... Никак не получается. Вмесился, пошёл бензин взял. Чуть-чуть совсем. Там вот, ну, грамм 50. Налил. И такой... И такой одной рукой прикрыл, а другой рукой такой... Спичку сует сюда. Как он, нет, попалился брови нахрен. Брови, ресницы себе палил. Ужас. Брови. Ой, тут порно. Шучу. И ладно, Гарри за каким-то чёртом стойку на руках сделал. Но что, постаться в той же... Ну, прикольно. После того, как рвануло, уже перебор. И почему с улицы яркие лучи солнца сейчас пробиваются? Режиссёр забыл, что на улице тёмная ночь? Лестница в соседних кадрах ломается в противоположные стороны. Позади грабителей видны плотно закрытые двери. Те самые, что остались открытыми на распашку, когда Марф навернулся в подвал. А вот подоспели тяжёлые переломы лицевых костей черепа. И смертельное сотрясение мозга в комплекте с... Они же такие... Типа, я иду, говорит, к нему, да? Он такой... Ну, это, типа, прилетел мимо них банк с краской. Он такой... Ах, прям по зубам мне. Такой, сейчас я пойду за ним. Такой опять... Ах, он ударил меня. Всё, у него кончились боеприпасы. Пошли. И как дал мне эту трубу. Раздробленными позвоночниками. Гарри мертвец повтор... Да, на самом деле, если так подумать... Если подумать, конечно, очень жестокий фильм. Второму разу Марф в лучшем случае уже по шестому. В этой сцене шкаф должен был упасть и поехать по лестнице лёжа. А уж никак не прыгать по ступенькам, всё время ухитряясь вертикально при этом торчать. Это что за шоу? А? Да, они настолько тупые, чтобы не понимать, что надо срочно отойти в сторону, слыша нарастающий грохот за дверью. О, вот теперь ты позвонил в полицию? Я думаю, единственным смыслом делать это после всех истязаний грабителей, а не когда они в магазине набивали сумку деньгами, было твоё жгучее желание причинить им как можно больше ужасных страданий. Мелкий жестокий садист. Перед автобусом вполне очевидно бежит вовсе не ценный Макалей Калкиен. Ух ты, у Гарри всё время был револьвер. Почему он не пристрелил Кевина в любой... Почему он не пристрелил своего напарника? В тех моментах, когда тот был прямо перед ним, вопрос остаётся открытым. И как револьвер оказался так покрыт лаком, если в кармане лежал? Чтоб его так пропитать, надо было лак налить из бутылки прямо в карманы. Да тут не лак, а жидкость-то. Жидкая. Жидкость жидкая. Никак не просто облить человека снаружи. Вместо того, чтобы сразу стрелять, злодей только нависает над героем с угрожающим видом, произнося прощальную речь до тех пор, пока кто-то... Что такого страшного, да? Глубейный хрена он увидел. И чё такого? Хрень какая. Не явится на помощь в последний момент. И самым главным супероружием против злодеев этот фильм на полном серьёзе выставил голубиную стаю. Кроме того... А чё, когда-нибудь голубей кормили, нет? Когда у нас есть тут голуби, ну раз... Гуляй, попробуй насыпи немножко серница, а они тебе всего обклюют нахрен. Ха-ха-ха-ха. Авторы слегка упустили из виду, что фейерверк, зажжённый Кевином, должен был так хорошо распугать голубей, что полицейские нашли бы грабителей без единой птицы в радиусе ближайных. А он ещё не пришли, а он такой... А-а-а-а! Лежится, голубой клюют. Вначале было. Я помню, что он скурил, как девчонка этот баронотный. Кстати фейерверк запускающий в небо ракеты и дающий столб с искрами два совершенно разных вида пиротехники Это он заставил меня спрятаться в магазине чтобы украсть все детские деньги Откуда Марф знает что деньги предназначались для детей Хозяин магазина сказала это Кевину когда грабители трепались друг с другом сидя в домиках в совсем другом месте Кевин отправляется в Рокфеллеровский центр главной елки Нью-Йорка И вся округа в этот момент будто вымерла Интересная картина для места где в данный сезон круглые сутки слоняются толпы людей Искать потерявшегося ребенка в мегаполисе все равно что иголку в стоге сена Фиг найдешь можно даже не пробовать Главному зассанцу в семье кто-то упорно газировал Ха-ха-ха-ха-ха-ха Утренний сюрприз от мистера Дункана выглядит круто Вот только вряд ли в человеческих силах притаранить в номер подобную груду подарков без единого шороха Бомжиха удобно кормит своих голубей прямо напротив отеля где живет Кевин Чтобы тому далеко по Нью-Йорку бродить не пришлось Причем голуби на общем плане сидят у нее на голове Но даже не думают делать это накрупно В финальной сцене нас попытались убедить что за ту пару дней что Кевин провел в этом отеле он ухитрился нажрать столько сладостей что хватило бы двум стамп Девятьсот долларов Таким Кевином на две недели Хе-хе-хе-хе Да как он ел там что в первую часть что в этом там куснет там все варится у него там на него конфет вперед горст Они вот даже помните у них вот в фильмах вот есть вот я не знаю такая манера противно аж вымораживает Смотрели тетрадь смерти фильм ужасно конечно фильм идиотский не рекомендую смотреть Там Элла сделали каким-то конченным вообще Но смысл в чем он такой Элл лезет за конфетами Берет там штук пять конфет и штук двадцать высыпается по полу Что вы с ним сделали Элл он там был сверху не сверху разум он там очень умный был Он был очень умный расчетливый хитрый Какую птичку из него сделали противную конфету еще жрет Половину рассыпает Вот этот я вот манера не люблю В американском фильме противно выглядит честно говоря Что у вас тут за безмозглые идиоты работают Что это сейчас было Что это было Так Вот такая друзья моя сегодня получилась реакция Понравилось или нет напишите в комментариях Ставьте лайки и делайте репосты в свои социальные сети Будьте клевыми И всем пока